друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также снова напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канал амаркет с торговыми идеями в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента обязательно подпишитесь те кто этого еще не сделал поскольку сегодня понедельник разумеется традиционный для этого дня пройдет вебинар правильный понедельник причем хотим у друзья определите вы потому что сегодня в telegram канале по уже устоявшейся традиции мы проведем голосование предложим вам несколько тем на выбор и соответственно та которая наберет больше всего ваших голосов будет основной и центральной ходе моего сегодняшнего выступления но пока следим за долларом который продолжает радовать покупателей с открытия новой недели мы видим то что интерес к американской их валюте не угасает 1709 по индексу доллара сейчас напомню что максимум который был зафиксирован на прошлой неделе 107 60 это максимум больше чем за 20 лет интересы к доллару вполне объясним опять же фундаментальный фон только и создает условия при которых доллар нужно покупать это ожидание повышения процентной ставки причем уже совсем скоро через две недели состоится заседание американского регулятора и согласно на прогнозам ставка будет повышена в очередной раз на 75 батистых пунктов частности в пятницу последний сголосующих членов американского регулятора бости который ранее не комментировал свое отношение и планы по повышению ставки подтвердил что и он тоже будет голосовать за ее повышение на 75 базисных пунктов хочу друзья сразу отметить что очень много будет зависеть от отчета по инфляции который выйдет в этом на среду если вы откроете экономический календарь то легко сможете увидеть что по прогнозам ожидается рост инфляции в дом выражения со 8 6 до 8 и 7 процентов если эти прогнозы оправдаются или например если индекс потребительских цен окажется на еще более высокой планки то практически со стопроцентной вероятностью можно сказать что американский регулятор пойдет дальше и расширит диапазон обсуждаемого а повышение ставки с 75 базисных пунктов до 100 базисных пунктов и их мое личное убеждение заключается в том что американский регулятор действительно может поднять ставку сразу на один процентный к пункт если это случится друзья то индекс доллара точно обновит более чем уже двадцати двухлетний максимум и превысит 108 пунктов и возможно даже отправиться выше я подсвечиваю вам возможность того что по индексу доллара еще можно заработать на оставшейся части вот этого бычего ради тем более что если опустить тема повышение ставки ужесточение монетарной политики рост доходности трежерис который неразовно связан с проводимый американским регулятором денежно-кредитной политикой не нужно забывать про рецессию угроза мировой рецессии она растет и повторяю что по данным фрб атланты в частности рецессия для американской экономики уже наступила потому что очень скоро через неделю выйдут первые оценки ввп сша за второй квартал и я полагаю что втором квартале американская экономика также сократилась в диапазоне от полутора до двух процентов то есть два квартала снижения подряд это и будет рецессии поэтому страшно конечно же тем кто сейчас пытается сделать оправданный выбор между рисковыми инструментами защитными но взвешивая все за и против мы видим то что более надежного более перспективного интересного и привлекательного актива чем доллар сейчас не найти пятничная статистика по non-farm pearls тоже нами анализировалась как еще один сигнал и еще один аргумент для американского регулятора действовать агрессивно или нет в плане повышения ставки причем а перед выходом данных я дал вам понять взять что независимо от характера цифр скорее всего фрс уже точно не свернет с пути повышения процентной ставки данные оказались лучше прогноза 372 тысячи прогноз был 268 тысячи если мы проведем параллель сравним текущих показателей занятости с тем что было до начала к вида то сможем легко увидеть что в принципе те же самые показатели уже сейчас уровень безработица 36 процента поэтому конечно же на сильный рынок труда американский регулятор сможет опираться повышая процентную ставку аргументируя свое решение что американская экономика точно справится с любыми последствиями роста стоимости заимствами потому что рынок труда это пожалуй одна из основных движущих сил американской экономики сухом остатке друзья рецессия которая как риск остается и я все-таки уверен что рецессия уже в американской экономики случилось даже несмотря на выход сильных данных по рынку труда это все равно не меня это целом картина есть экономическая теория которая позволяет нам делать вывод о спанде если снижается показатели вп на протяжении двух кварталов подряд здесь нужно просто называть вещи своими именами рецессия слов страшно опасно и и конечно же на этом фоне точно не нужно связываться с рисковыми инструментами поэтому мудрить не нужно повышение ставки рецессия и хорошая база и условия для дальнейшей покупки американской валюты доллар иена еще напоминаю что это пара остается привлекательной и интересной потому что 137 сейчас ян за 1 доллар и мы видим то что покупатели не дают продавцам перехватить инициативу постоянно выкупают пару и стремятся обновить новый многолетний максимум больше чем за 24 года я думаю что на этой неделе мы увидим значение выше 137 50 прежняя идея что контраст монетарных политик остается крайне очевидным собственно сегодняшнее выступление главы банка японии курады который отметил что сверхмягкая монетарная политика поста пока останется прилететь поэтому учитывая что банк японии не повышает ставки фрс сделает это через две недели пара точно может обновить новые многолетние максимумы по мнению многих экспертов очень скоро мы увидим значение 140 или даже 142 2 иены за 1 доллар кому интересно поучаствовать в этом ралли друзья я надеюсь вы уже конечно же в длинных позициях но если вы еще не открывали считаете есть возможность рискнуть это тем более благородное дело рынок нефти 106 59 все ждем пятницу в эту данные по китаю ввп промышленное производство вот они нам помогут оценить влияние последних ковидных ограничений на общее состояние экономической конъюнтуры до выхода этих данных пока давайте не будем торопиться с тем что китай это либо последующий бус для нефти как регион где экономическая активность будет расти либо напротив якорь если экономическая активность замедлилась а к вид очень больно ударил по основным секторам сейчас основной темой для рынка нефти остается предстоящая встреча на президента сша и наследного принца саудовская равен остается в середине этого месяца то есть фактически через несколько дней но заранее я уверен то что никаких а прорывных договоренностей не будет и саудовская аравия точно не увеличит объем нефтедобычи поэтому жду дальнейшие восходящие ралли и снова закрепление в ренте выше 110 долларов за баррель евро против доллара ждем паритет друзья сегодня собственно первый день при остановке северного потока это проблемы для страны с потому что это то что усиливает энергетический кризис напомню что это плановая приостановка сроком на 10 дней для проведения профилактических работ но если через 10 дней работа этого газопровода не возобновится то инфляционный шок который уже накрыл экономику с станет еще более выраженным потому что цены на газ достигнут новых исторических максимумов и очень сильно ударит по потребительской активности в еврозоне в целом плохая статистика в пятницу промышленное производство германии в данном выражении снизилась на полтора процента это продолжение слабых релизов по активности производственного сектора в целом еврозоны и отдельно страны если такой же слабости сферы услуг не на чем евро расти поэтому евро пропускает вперед доллар в качестве дальнейших ориентиров рассмотрит уже на паритетные значения и ниже и золото 1741 здесь основная идея друзья работать против толпы действия большинства кайман вам на в помощь постоянно делаем на него акцент если все окажется так как должно в принципе происходить когда рынок идет против толпы то по золоту в ближайшие дни мы можем увидеть 1720 или даже 1700 долларов за тройскую функцию на этот сценарий я делаю основной пор на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока